Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В случае сохранения контроля Лукашенко над Белоруссией, Европейский суд не пойдет на еще большее ухудшение отношений. Об этом белорусскому партизану заявил Евгений Прегерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог». В конце прошлого года в Минске послы 16 государств Евросоюза и глава представительства ЕС разработали документ, в котором излагаются четыре варианта политики в отношении Беларуси, вплоть до полного замораживания отношений. По информации Радио Свобода, этот документ в ближайшее время обсудят в Брюсселе. Так какой сценарий во взаимоотношениях официального Минска и Брюсселя наиболее вероятен? Я не думаю, что Европейский Союз уже рассматривает. Судя по публичной информации, речь идет про некий документ, подготовленный послами стран Евросоюза и главой представительства ЕС в Минске. Некий документ для рассмотрения в Брюсселе. Это никоим образом не значит, что документ уже обсуждается в Брюсселе и тем более, что именно в таком варианте. Пока медийные сообщения звучат более весомо, чем сам документ. Какая политика возобладает? Понятно, что Европейский Союз уже вступил на стезю санкционных действий. Так просто отмотать уже не получится, тем более, что белорусская сторона на них реагирует. Есть установка на каждый санкционный шаг предпринимать контрдействия. Отступать не собирается ни одна из сторон. Но все зависит от ключевого фактора динамики политического противостояния в Беларуси. От того, что практически контролирует ситуацию в стране, сейчас власти почувствовали, что преодолели основной период противостояния, по крайней мере, в отношении протестной активности и, наверное, считают, что одержана существенная победа. Если исходить из того, что действующая власть более-менее сохраняет контроль над ситуацией, то Евросоюзу, по большему счету, ничего не остается, кроме как искать взаимодействие с теми силами, которые контролируют ситуацию в стране. А это значит, что вероятность совсем радикальных сценариев очень мала. Скорее всего, будет некий микс, и в зависимости от динамики внутриполитических процессов будут развиваться и отношения с Евросоюзом. На таком фоне в случае сохранения контроля Лукашенко над Беларусью не вижу угроз, чтобы Европейский Союз шел еще на большее ухудшение отношений. Значительная часть европейских государств не признала Лукашенко легитимным президентом. Как с этим быть? Действительно не признала. Как я помню, непризнание осуществлялось, потому что Евросоюз представил нам многочисленные факты, которые позволяют утверждать, что выборы не были демократическими, не соответствовали избирательным стандартам. Более того, как я понимаю, у многих сложилось впечатление, что режим Лукашенко падает. Но за шесть месяцев он не упал, и вероятность его падения в ближайшее время еще меньше. То Евросоюз вынужден будет искать какие-то формы взаимодействия, и в этом плане кейс с французским послом показателен. Несмотря на непризнание, он приехал в Беларусь и вручил министру иностранных дел верительные грамоты. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok